Привет, привет, мои хорошие! У меня такая ситуация получилась вчера. И я, если честно, мне интересно услышать ваше мнение по этой ситуации. Почему? Потому что у меня, конечно, очень много эмоций, и мне кажется, я просто не могу пока, вот пока вот эта вот куча эмоций, не могу думать и анализировать эту ситуацию таким холодным разумом, да? И мне интересно услышать ваше мнение, что вы скажете по поводу этой ситуации. Сразу хочу сказать, что никого не виню в этой ситуации. Понятно, что я виню только себя, обвиняю только себя, и никого плохого, ничего не хочу сказать, да? Но расскажу о ситуации и о том, что получилось. Значит, когда у меня вот эта вот вся ситуация произошла, произошла с Романом, у меня, конечно, это всё мне выбило из галии. И я сказать, что я переживала, то, наверное, не сказать ничего, когда у тебя опускаются руки, когда тебе вообще ничего не хочется, когда у тебя настолько такое вот депрессивное состояние, когда ты живёшь, вот день прожил, и хорошо. Я, значит, когда надо было, тут проблемы с Надюшкой, с лагерем, надо выезжать, и тут ещё куча мышей в этом гараже. И у нас, значит, тоже предварительно ещё такое будет перед этим всем. У нас в том году, у нас обращались к нам знакомые, они на даче живут с весны по осень, а потом на зиму уезжают в город жить. Ну и к нам спросили, Оксан, можно мы у вас, наши куры, поживут, как бы они будут нести яйца, а весной вы нам их отдадите. Естественно, никто нам не даёт на корм, никто нам не даёт на заухаживание этих кур и так далее. То есть, как бы, куры сами себя обслуживают. Ну, смысл вот такой. Я говорю, да, конечно, без проблем. Нам дали этих кур, мы всю зиму радовались яйцам, и были счастливые такие обладатели этих взрослых кур. Весной так получилось, что перед тем, как нам отдавать курей, наверное, за месяц, их курочка чужая, она почему-то умерла. Ну, вот не знаю почему, вот мы зашли, она просто лежит. И мы её, естественно, всё её утилизировали. А когда отдавали, когда нам позвонили, говорят, всё, мы уже будем забирать своих курочек, привезите нам их. Так мы сами ещё и забирали, сами и привезли людям при этом всём. И мы положили свою курицу. То есть, так как по нашей вине, не по нашей вине умерла эта курочка, мы её положили взамен взрослой своей курицы. И я считала, что, ну, как бы, так должно быть. И мы чужих кур, мы их сразу фотографировали, чтобы мы потом не забыли, где наши, где чужие, потому что у нас тоже были и рыженькие курочки, и беленькие курочки. И мы их фотографировали на всякий случай. Ну, потом, чтобы не забыть, да? Чтобы потом мы не решили, что это наши. Значит, ему вот отдали человеку всех курочек. И я как-то считала, что это нормальная такая практика, что это порядочная практика, и это у фермеров нормально. Значит, и вот тут такая ситуация, когда у меня нечем кормить кур. Я понимаю, что надо ехать в Сургут, надо где-то этот комбикорм брать, и мне надо уезжать за Надюхой. Тут еще надо с этими мышами что-то решать. И знакомые у меня, я считала их друзьями, если честно, я у них спрашиваю, вы можете мне помочь? Они мне говорят, да. И у меня такой был упадок сил, когда я понимала, что я не справляюсь вот с этим хозяйством, тут дети, тут другой ритм жизни. И вот это вот мое моральное состояние, я понимала, что просто я не справляюсь. Они приехали, забрали, значит, кур, забрали Индюков, и я говорю по поводу того, что они говорят, ну что, ты будешь забирать? Я говорю, да, я курочек заберу, потому что деткам что были яйца, а Индюков, ну вот пока не знаю, наверное, вот вам отдам. Значит, и утки же еще. Отдала я это все, тут проходит, вот прошел месяц, 4 августа был месяц, и вот как бы чуть, ну, месяц и 4 дня, да, получается. Я приезжаю за своими курями, мне отдают из моих курей, получается, 4 курочки и 2 петушка. И все это трамбовывают в один мешок, я, конечно, пока довезла, очень сильно утрамбовали, одна курочка задавилась. И получилось у меня, что у меня всего 3 курицы и 2 петуха. И самое, что интересно, когда пошли мы забирать кур, значит, пойдем, будешь там держать мешок, я говорю, вот это моя курица, вот это моя курица, и вот это моя курица. Мне говорят, нет, это не твои. Ну, я знаю, что это мои куры, но мне говорят, нет, это не твои. Ну, что я буду? Одна женщина. За меня заступиться некому. Как-то отстоять мои права тоже некому. Ну, пришла я, я стою с мужиком разговариваю. Мне говорят, нет, это не твои. Нет, это не твои. Вы сами видели, сколько у меня было куры. Помните? Мне отдали всего, по сути. Ну, сейчас у меня будет три курицы, два петуха. Ну, вот одну курицу тоже, что просто из-за неправильного вот этого натрумбования и так далее, вот одна погибла. Ну, по сути, отдали четыре курицы. А еще так интересно, я такая говорю, ну, я знаю, что у меня там были куры, крупные курицы, значит, ходят. Думаю, ладно, пускай они им останутся. А он мне такой говорит, я говорю, вот это моя курица, вот это моя курица. Он такой, нет, это мои, не сушки, это мои. Ну, я-то знаю, что мои. А потом он такой, вот эти, я говорю, да нет, это не мои, хотя я знаю, что и вот эти крупные тоже мои. Думаю, ладно, пускай эти остаются, пускай мне вот этих отдаст, которые ламбраун, потом какие еще там были, мараны, ну, хотя бы их забрать. Я говорю, вот это мараны, это мои. Из Дернасеева ни у кого их нет маранов. На этом все. Я думаю, ну, ладно, что. Ну, суть-то не в этом, знаете, вот у меня какой вопрос. Я когда приехала, да, я стою, и люди мне начинают высказывать, как их достали. И эти индюки, как их достали. И утки мои сраные, которые, вот, они их замучились щипать, да какие поганые они. И вот там столько перьев, и как тяжело щипать, и как их это все бесит, и как там вся вонь идет от этих индюков, да никогда в жизни они больше этих индюков заводить не будут. Я говорю, ребят, если, ну, так вот все плохо, давайте заберу своих индюков. Давайте заберу, я с радостью заберу, у меня как бы нормализовалась ситуация, я могу забрать. Прошел месяц, давайте сколько я вам должна, я вам рассчитаюсь с вами, вы кормили их, ухаживали, вы мне скажите, сколько я должна я вам отдам. Тут, значит, ну, мужчина, муж, он, значит, сходу говорит, я купил корм на 10 тысяч. Я про себя думаю, ну, я-то понимаю, сколько можно кормить на 10 тысяч. Мешок комбикорма стоит 550 рублей. Самый какой-то шикарный комбикорм пускай тысяча, тысяча сто. Стоит комбикорм. Хороший. Мешок зерна стоит, ну, у нас здесь продают 800 тысяча рублей. Ну, думаю, ну, хорошо, пускай будет так. 10 тысяч, так 10 тысяч. У них же еще тоже свое хозяйство есть. Думаю, ладно. 10 тысяч, так 10 тысяч. Я, короче, мягко говоря, так-то офигела, потому что я знаю, сколько надо кормить и сколько надо комбикорма на то, чтобы вот прокормить эту птицу. Я так, хорошо, говорю, я вам отдам 10 тысяч. Он мне такой говорит, нет, ты не поняла. 10 тысяч, это дорогая только за комбикорм. А еще я месяц за ними ухаживал. Поэтому еще 20 тысяч за мою работу. Итого 30 ты должна отдать, если ты хочешь забрать своих индюков. Я, конечно, пока ехала домой, у меня это, знаете, такое почему-то ассоциация была. Может быть, я не права, как каким-то, знаете, мэродерством. Когда вот одному человеку плохо, когда там вот случилась какая-то беда, а мы, короче, забрали твое имущество и так и так и должно быть. Доехала, значит, а еще они взяли у меня еще, когда брали птицу, еще взяли кормушку. Ну, тоже. Кормушка 1000 рублей большая, там, тебе дрон усыпается, такая удобная. Я перезваниваю, я бы там еще кормушка моя. И, конечно, я начал мне высказывать, какая там плохая. Думаю, господи, чем же я плохая? Индюка они уже зарубили и такие, ну, когда стояли, разговаривали. Вот, всего 5 килограмм мяса. Ну, вот, ну, это понятно, что это еще и с костями. Я села и думаю, господи, эти индюки вылупились. В конце мая этим индюкам-то три месяца. Что вы хотели с них? С индюков? Ну, что? При этом я, когда мы покупали, 13 тысяч мы потратили на яйцо. Было очень много неоплода и индюков поднять очень тяжело. Те, кто поднимал индюков и бролеров, те понимают, о чем я говорю. Мы очень много покупали творога, очень много покупали зеленого лука, очень много вот такого вот, чтобы поднять индюков до месяца. И за ними мы прям ходили, как за детьми у нас. Ты с ними находишься, а пока они масенькие, и ты с ними находишься. Я думаю, просто с неба упали эти индюки, просто 5 килограмм мяса и как-то, ну, нет бы сказать, блин, спасибо, классное мясо, индюшатин и так далее, да? Я выслушала целую кучу того, что фу, всего 5 килограмм, да нафиг они нужны, да они такие вонючие все в этом духе. И значит, а отдавать мы не хотим. Нет, 30 тысяч вывали сюда и тогда отдашь. Я, конечно, девчонки не знаю, здесь как тоже начинают говорить, ой, я же мать, ты же там и так далее, но тем не менее, как бы там ни было, я одна, у меня 6 детей, которых надо кормить, которых надо поднимать, и у вас, блин, не знаю, девчонки, напишите, я как-то, вот для меня эта ситуация какая-то очень неприятная, на мой взгляд, неправильно как-то люди позиционируют за это все. И самое, что интересно, вот у меня тоже подружка приехала, другая, она мне говорит, у Оксана тоже, вот хочу индюков, и так далее. Блин, она взяла, она мне привезла детям фруктов, два пакета, комбикорм привезла, Ксюха, что тебе еще надо, так как-то, здесь же ничего, кроме гадости, ничего не услышала. Почему так? И я понимаю, что, конечно, это такой жизненный урок для меня, ну, как бы, понятно, но я хочу услышать ваше мнение, что вы думаете, в чем, как, то есть, как должно было быть, и правильно это или неправильно, я говорю, что я виню только себя, я виню только себя. Понятно, что, что мы кур брали, мы сколько взяли, столько отдали, мы у четверка ни копейки не взяли, мы слова не сказали, что надо там что-то заплатить, еще что-то, за комбикорм, нет, они несут яйца куры, вы тут хорошо, вы тут уже уток зарубили, индюков, значит, вырубить начали, ну, хорошо, но это же как-то какая-то плата за какой-то ваш труд, ну, я так понимаю себе, но уже тогда, как я себе вижу ситуацию, ну, скажи, я ухаживала, значит, я там тебе, я себе трех индюков оставляю, остальных тебе, ну, грубо говоря, да, три индюка, это вот сейчас они бролеры, они к полгоду по 20 килограмм мяса, к полугоду, ну, оставь, хорошо, я скажу, ну, хорошо, ну, не знаю, короче, я понимаю, что в этой ситуации виновата только я, не надо было, или отдавать надо было проверенным людям, с которыми ты имел какие-то отношения в плане денег, в плане, ну, вот, какого-то материального блага, понятно, что в этом ситуации виновата только я, никто больше, ну, вот, с вами поделилась, интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Субтитры сделал DimaTorzok